Спасибо, ребята. Теперь мы можем перейти непосредственно к секции вопросов. Отлично, они есть. Ну, я начну и потом продолжим с вами. Я хочу спросить, наверное, самый простой вопрос сначала. Покупать или продавать? Что? Ну, наверное, не тэш, а начнем с биткоина, который у нас сейчас есть. Ну, я не знаю. На самом деле проблема состоит в том, что у нас нет никаких таймфреймов. Я хотел бы обратить внимание на вещь, которую я сказал во время своей презентации, но я хочу еще раз все повторить. То есть, если за сегодняшний день вы сможете запомнить одну вещь, я бы хотел, чтобы вы запомнили конкретно эту вещь. Никто вам не может сказать, с какой вероятностью и когда произойдет хардфорг. Потому что Роджер Вер, в принципе, так как он владеет майнинг-пулом Bitcoin.com, он может совершить хардфорг в любую минуту. Он может быть, пока мы говорим, кто там читает новости, он уже, может быть, произошел. И именно поэтому ответ на вопрос состоит покупать или продавать. Главный вопрос не в том, покупать или продавать. Главный вопрос когда. А когда, мы не знаем. Мы не знаем, когда произойдет хардфорг и произойдет ли вообще. И именно поэтому я самоустраняюсь от этого, от ответа на этот вопрос и передаю слово Матвею, а затем Толику. На самом деле цена вообще сейчас не играет роли. В силу того, что вместе мы возьмем в очень долгосрочную перспективу и Bitcoin Unlimited не удастся выхватить больше половины цены, то просто Bitcoin Core, цена Bitcoin, который поддерживается Bitcoin Core, вернется на круги своя и будет продолжать расти. И все. Собственно. Есть что добавить, Толик? Нет, если вы Bitcoin Максималист, конечно, покупайте. Я покупаю, в принципе, каждый день по чуть-чуть. Поэтому есть кому-то продать. Есть расположенный момент, что мы будем наблюдать на рынке, я упоминал ранее, переток капитала. Сначала он будет синтетическим и будет выглядеть, как волна бампов разных альткоинов на Полоникс и еще где-то там. Он будет подписываться, в том числе, естественно, реакцией рынка. Еще помогут боты и другие алготрейдеры. Которые активно приходят на рынок, наверное. Поэтому вот так вот покупайте скорее. Спасибо. Кто бы хотел задать вопрос? Вижу, иду. Да, Алексей Шиксток. Алло. Я должен немножко выйти, чтобы все это было. Я хотел начать подражать. И поэтому хешрейт, который будет голосовать за биткоин-корт, то бишь за обновленный биткоин-корт, который называется секвит, мне кажется, он увеличится. Может быть, я ошибаюсь, сейчас майнер скажет, что я совершенно не прав. Лайткоин, конечно, можно всегда представлять как тестовая площадка для сети биткоина. Со своим комьюнитием. Да, со своим. Тестнет со своим комьюнитием. Это прикольно. То есть ты можешь отыгрывать не только технические моменты, но также политические, как мы видим, и ценовые. Потому что в тестнете ты видишь только техническую сторону вопроса. А лайткоин, по факту, это площадка для всего. И сейчас, возможно, если хардфорк затянется и на базе лайткоина появится что-то интересное, то это будет отличным аргументом в пользу секвита. Анатолий, есть? Давай. Следующий вопрос кто-то хочет задать? Сейчас, да, по очереди. В случае хардфорк, возможно, атаки на биткоин-кор со стороны, значит, майнеров. И второй вариант проблемы в коре, что, значит, скорость добычи блоков, сложность добычи блоков аджастится каждые две недели. И если хардфорк будет сделан в самый неоптимальный момент, то вот этот аджастмент может произойти очень поздно, из-за чего пропускная способность кора упадет, потому что майнеры ушли в анлименты. И в довесок к этому анлименты может атаковать кор. И вот на фоне таких угроз, мне интересно, насколько вероятно, что кор в свою очередь сделает хардфорк, чтобы, значит, поменять консенсус и защититься от таких вот атак? Мне кажется, это маловероятно, если я правильно понимаю психологию разработчиков и вообще систему принятия решений внутри биткоин-кор комьюнити. Потому что до последнего момента все очень плотно придерживались бипов, то бишь биткоин-провал, чего там, биткоин-провал пропозиций, кажется, да. То есть системы принятия решений внутри биткоин-кора. И именно поэтому, мне кажется, что хардкор, биткоин-кор маловероятен. Вообще изменение консенсуса в биткоин-кор маловероятен. Они этого боятся как огня. Другой вопрос, что я не верю, что мощность сети упадет ниже 5%, но я реально в это не верю. Я понимаю, что есть, например, майнинг пул битфьюри, который ни за что никогда не перейдет на биткоин-лимитед. Что бы ни произошло, непосредственно его майнинг мощностей будет достаточным для того, чтобы хоть в каком-то виде поддерживать сеть биткоин-кора и эффективно бороться и наносить большие экономические потери попыткам создать третью сеть пустых блоков. И именно поэтому, мне кажется, что это сценарий маловероятен. Я его просто показал в качестве вишенки на торте, но он, мне кажется, совершенной фантастикой, влажными мечтами Роджера Вера. Спасибо за ответ. Следующий вопрос я уже здесь, возле стоящего. Может кто-нибудь добавит что-то по поводу этого, того, что я сказал? Следующий вопрос. Да. У меня, скорее, не вопрос, а небольшое предложение. Я думаю, интересую людей, большое количество здесь присутствующих. Немножко абстрагироваться от того, сколько там чего будет стоить в результате форка и сказать побольше о том, как сохранить биткоины. Какие-то практические рекомендации в связи с тем воздвоением, где что останется, как их предпринимать, где их сохранять. Какую информацию это может быть? Я думаю, это будет интересно. Я думаю, хотел на предыдущем еще вопросе добавить от человека, что, на мой взгляд, хардфорк, в принципе, случится только в случае потери контроля за ситуацией по нагнетанию давления на комьюнити и на экосистему. То есть должно что-то произойти такое, что ситуация выходит из-под контроля, и начинается вся эта история, в том числе с забитыми пулами, абсолютно деревянные транзакции. Что касается, как сохранить биткоины, ну, вариантов очень много, и все они просты, достаточно хранить их у себя для начала. Те, которые вы не боитесь потерять. Если вы трейдите на биржу и зарабатываете на этом, то можно на бирже что-то хранить. Если говорить о том, чтобы переливать битки в какой-то другой актив, то это уже инвестиционное решение, которое вы должны самостоятельно принимать на основе набора данных, в принципе. Здесь, на случай сплита, на случай сплита есть инструкции, вот, по-моему, от полуникса и от битфайнекса, шеф-шифта. Вот, насколько помню, достаточно просто хранить их у себя на компьютере в полном или кошельке, или в электроме. Вот, то есть, если, допустим, биржа, такая как битфайнекс, она обеспечивает такую возможность получить две монеты, да, то некоторые биржи могут такую возможность не обеспечить, и будет ситуация, как с БТЦЕ, когда в хатформу с эфир, у них из стакана вымыли эфиры, которым были прицеплены, грубо говоря, классик, утащили их до полуникс, там продали, а потом БТЦЕ сказали просто, что они считают БТЦЕ скамом, поэтому никому ничего не отдадут. Но это была фактически, как бы, потеря пользовательских денег, это был не очень правильный поступок со стороны. Вот, поэтому, да, на бирже такая ситуация, возможно, что вы потеряете одну из монет. Вот. А можно, я задам тебе вопрос, а сейчас в БТЦЕ включили Ethereum Classic себе на биржу или нет? Они до сих пор придерживают сомнения, что это скам? Включили, включили. Включили разве БТЦЕ? Нет. Нету там? Нету, нету. Просто если они включат, они вынуждены будут каким-то образом артикулировать и объяснить ситуацию, да, которая была чуть-чуть, ну, нужно, чтобы время какое-то прошло. Допустим, два года назад на БТЦЕ, там, не знаю, насколько официальная политика это была, да, но касательно одного из альткоинов, его не хотели добавлять из-за большого премайна. Вот. Ну, это даже. Вот. Они, администрация говорила, что мы его не будем добавлять в торгам, потому что там большой премайн, бла-бла-бла, и т.д. и т.п. Сегодня торгуются успешно по мне на БТЦЕ, никаких вопросов и прямая не возникает. То есть нужно, чтобы прошло время, чтобы люди забыли. Спасибо. Я вижу, сейчас еще у меня вопрос тоже созделал. Вот мы сегодня затрагивали такую фигуру Роджера Вера, и остановлюсь на ней. Сначала немножко контекста. Значит, недавно было событие такое, братья Винклос отказали в фонде, комиссия отказала, мотивировав тем, что нет никакой регуляции абсолютно. Может ли быть, если мы сейчас, ну, допустим, злодеи и все такое, а заново взглянем на личность, не может ли быть Роджер Вера неким таким мостиком между реальным миром и цифровым миром, в следствии которого произойдет развитие индустрии и будет так называемый образ, ну, как некого регулятора задан? Я думаю, что, во-первых, как бы, ну, то есть если сложилось впечатление, что кто-то делает из Роджера Вера главное зло, то это не так. Я не считаю, я думаю, ну, человек защищает свой бизнес интересы, да, а как он это делает, это его, как бы, задача. Вот тут уже упоминали, что он анонархист, либертарианец и так далее. Да, какие проблемы, то есть просто человек, у него есть своя стратегия, свои рынки, свои активы, он их защищает так, как считает нужным. Вот, если он сможет принести еще дополнительную пользу, биткоин-сообщество, он уже ее приносил, до этого не зря у него было прозвище биткоин-жизус, как в долгое время, да, не на пустом месте это возникло, это не просто бренд. Вот, это будет хорошо, если смотрят. Но я думаю, что парень-жильберт сделает это раньше и оставленный парень. Есть что добавить? Есть что добавить. На самом деле, если ты предлагаешь через фигуру Роджи Бавера как-нибудь зарегулировать биткоин, то не подсказывай, пожалуйста, госслужащим, как лучше всего это сделать. Это не самая лучшая стратегия. На самом деле, мы говорим об этом на русском языке, но если вдруг кто-то переведет наш разговор на английский, это будет не очень хорошо. Спасибо, ребята. Так, вопросы сейчас сначала сюда. У меня вот такой вопрос. Вы говорили больше с плохой стороны. У меня вопрос такой. Биткоин делится, хочу ее подтвердить, делится на биткоин-иметод, на биткоин-кор. В биткоин-кор появляется лайки-нет с секретом биткоин-иметом. После этого блоки биткоина перестают хранить транзакции, а хранят только хэши. А информация в транзакции хранится в какой-то отдельной сети, называемой сообщением. Получается, что биткоин теряет информацию, он просто в какие-то абстрактные хэши, а всем необходимым информациям в какие-то центральные серверы. А теперь будет очень много этих транзакций. Никто не сможет поднять этот сервер, их будет там единица, и это централизация. Выходит Роджер Вэйли и говорит, ребята, а чего мы централизируем? Мы так хотели, чтобы все было независимо, а теперь мы приходим к тому, что будет какое-то количество нот, которые реально помнят о том, кто сколько кому привел, и они решают. А биткоин просто хранит абстрактные хэши. И вот с этих позиций у меня вопрос. Чем же так сегрегейтед витнес хорош, что мы готовы отказаться от того биткоина, который мы знали, к каким-то опять сочи? Отличный вопрос. Еще один вопрос, частично Дима на него ответил, по поводу биткоин-классик, то есть там Коплан. Коплан, наверное. Нацовик Коплан, так. То есть вопрос был по биткоин-классик, потому что есть еще третий игрок, который они вот в конце мат, 22 марта, они писали, что мы хотим придерживаться того, чтобы появился Тоши. И вообще оригинал Тоши предлагал 32 мегабайта. 32 мегабайта хватает для очень много транзакций, на самом деле. То есть это 2000 умножить на 32 мы получаем около полмиллиона транзакций в одном блоке. И только благодаря китайцам мы отказались, пришли к одному мегабайту блоку. То есть только для того, что у них есть фраговая. И еще сейчас в блокчейн 200 гигабайт. То есть ОКИМ будет увеличиваться 2 гигабайта каждый месяц, ОКИМ будет иметь 4 гигабайта, но венчистое стоит ничего. То есть мы можем иметь 100 терабайт, это не проблема. А SPV-ноды работают 20 метров, 30 метров. Достаточно того, чтобы иметь локальный кошелек. Я отвечу на первый вопрос, а потом передам слово ответить Толику, потому что он говорил об этом на второй. Просто вот по поводу первого вопроса, по поводу того, что у нас будут некие центральные сервера сайдчейны. Смотрите, знаете, как решается эта проблема? Очень просто. Вы ставите себе полную ноду и храните все подписи самостоятельно. И все. И, собственно говоря, это нельзя сказать, что это прям отказ от принципа, биткоина. В принципе, вы сами можете выстрелить себе в ноду и забыть про один какой-то блок. Вы можете сами забыть про этот блок, и у вас будет неполный блокчейн. Ну так вы сами себе залаборативно тогда? Если мы должны поднять такую ноду, это значит правительство может прийти и будет почему-то. А SPV приехала, и приехала. Их может быть столько же, сколько обычных полных нод. Их будет ровно же столько же, сколько обычных полных нод. ФСБ может приехать и поднять по... Ой, выключить просто обычные полные ноды. И все. И тут разницы никакой не будет. Второй вопрос, и я передам ответ Тобику. Можно только чуть-чуть уточнить его? Чуть-чуть. Да. То есть, Роджер, да, он говорит, давайте сделаем вообще катком классик. То есть, там они предлагают ничего не менять, никаких сик, бит, не просто увеличим размер блока. Хорошо, завтра придет письмо с ящика Сатоши Накамото, и он скажет, давайте увеличим размер блока до 64 гигабайт. Что будем делать? Ну, смотрите, оригинальный... Ну, что мы будем делать? Ну, оригинальный, то он был 32. Ну, Сатоши Накамото, создатель биткоина. Ну, оригинальный был 32. То есть, мы и так взяли его обрезанно. Ну, смотрите, у любой технологии, да, и у любого явления есть разные сценарии развития. Вот. Всего того, что биткоин, это не PayPal, там, не Яндекс, деньги, да, вот, это некая, как бы, коллективная собственность, да, грубо говоря. Не хочется такие термины употреблять под коллективную собственность, но тем не менее. Вот. Общественное достояние. Так вот, решение и выбор сценариев зависят тут от нас всех, да. Вот мы сейчас сидим здесь и обсуждаем собственно существующую ситуацию в индустрии. Не для того, чтобы сказать, что биткоин адимитит это супер плохо, или биткоин код супер правильный, или биткоин классик это верно, или давайте призовем Сатошу Накамото с пиритическим сеансом. Не до этого. Он уничтожен за это. Это дискуссия и нам необходимо понимать, какие могут быть векторы развития у технологии. И большинством, большинством, как бы, голосов, как это происходит в принципе сейчас в биткоине, решение будет принято. И будет оно нравиться мне или вам, или не нравится, уже не имеет значения на самом деле. То есть мы можем сейчас сделать свой биткоин киев. Звучало так, что Розер Верк звер. Не, возможно, то есть, возможно, он придерживается оригинальных идей, то есть white paper, саташин, то есть он против того, чтобы превращать сайдчейны в биткоин киеве. Ну, Розер Верк как и все, но человек, который говорит... Нет, я не про интересы сейчас хочу сказать. Еще обратить внимание на то, что он с одной стороны в одних своих речах и дискуссиях он ссылается на то, что он придерживается оригинального видения Сатоши Накамото. С другой стороны он начинает говорить про Unlimited. Человек склонен себе противоречить, потому что в разных ситуациях ему выгодно или нужно сказать разные вещи. Поэтому я не думаю, что стоит здесь выбирать кто хороший, кто плохой. Я думаю, что у Вифьюри тоже есть свои интересы в сохранении именно корт-цепочки. Потому что все-таки сейчас простые юзеры находятся все-таки в руках и зависят от принятия решений майнерами очень сильно. И это та проблема, тот самый социальный консенсус, который нам еще предстоит решать чуть позже. Спасибо. Ну и все-таки 32 это не бесконечно. Вот у меня еще такой вопрос есть. Мы рассматриваем эти две вещи, секвит и unlimited, как противовольствующие стороны, конкретно, друг против друга. А можно услышать критику непосредственно каждой стороны, независимо от того, против ли она друг друга, а отдельно? Критика секвита без unlimited. И отдельно unlimited без того, что выбирать между секвит и unlimited. Я только отвечу, Матфей добавит. Смотрите, ситуация какая? На самом деле, тут Толик говорил о том, что это на самом деле просто мединая атака на биткоин. Я с Толиком не согласен. На самом деле, это идеологический спор о том, каким образом будет развиваться проект. Именно идеологический. Секвит это идеология того, что у нас биткоин это вещь, с помощью которой мы будем платить за кофе. Мы приходим в магазин, мы платим за кофе, у нас получается микротранзакция, которая идет в основной блокчейн. Если мы говорим именно поэтому, у нас есть все минусы, которые связаны с тем, что мы будем с помощью этой вещи, то есть это платежная система. И у нас есть все отрицательные стороны платежной системы. Первое, большая централизация. Второе, большая необходимость жесткого места на жестком диске. Третье, необходимость процессорных мощностей и в дальнейшем кластировок из компьютеров, которые бы составляли полную ногу в далеком будущем. И именно поэтому есть положительные стороны, отрицательные стороны. На другой стороне есть децентрализация, идеология децентрализации и самого защищенного в мире реестра, но именно реестра собственности. То есть подобно тому, как у нас мы не бегаем каждый день, меняем в своем реестре собственности право на свою квартиру, у нас транзакция, это происходит раз в пять лет, мы можем продать квартиру, купить или продать автомобиль, купить автомобиль, раз в три года происходит изменение наше личное в этом реестре собственности. И именно с этим связаны идеологические проблемы, ну и вообще в принципе проблемы. То, что у нас будет меньше пользователей, потому что пользователи хотят платить за кофе. Пользователям придется платить за кофе, используя Lightning Network и менее удобные технологии. Надо будет разбираться во всем этом. У них не будет кнопочка сделать клево, понимаете, как в ноутбуке. Просто доживаешь, но сделала красиво. Вот это не будет. Это будет очень сложное решение, то бишь это ровно потому что в принципе нотариат и реестр собственности, реестр собственности на на твои большие деньги. Это очень сложная вещь, именно поэтому просто так пользователю не получится разобраться. То есть это противоречит идеологии нажав на кнопку заплатил за кофе. Вот собственно есть свои плюсы, есть свои минусы, а в ответе передобавят. Я еще хочу спросить в продолжении этого. Получается Unlimited не будет расположен к тому, чтобы выходить в общей транзакции и микротранзакции совершать. Эта имплементация не говорят, что все должно быть в блокчейне. Ну типа зачем нам что-то другое, если мы сделаем, можем сделать все хорошо с помощью блокчейна. Волшебная кнопка сделать клево. Вопросы тут могут возникнуть лишь команде Core еще, почему решение по Сегрегейтед Витнес было настолько задержано и настолько долго мусорилось. С одной стороны как бы правильно услышим всех, но поскольку они не хотят уступать нигде, то возникают вопросы, где тут заинтересованность была в Витфьоре, возможно в том, чтобы сохранять как можно меньший блок и меньшую пропускную способность, чтобы подольше посидеть на дорогих транзакциях и заработать на этом денег. Возможно, не знаю. И вот собственный вопрос, почему так долго, почему это затягивалось, хотя решений было много от разных команд и достаточно часто они звучали. В этом плане в команде есть вопрос. Спасибо. от народа так по-простому спрашивают. Первое. Ну, о чем говорил Андрей. Андрей, да? Уже в первое чтение попытался пройти изменение в закон нотариате, где как раз о правах собственности шла речь. И вот это права собственности, нотариат, реестры, смарт, можно назвать смарт-контракт? Когда право собственности подтверждается через технологию вообще. Смарт-контракт это немножко другое. Ну, право собственности, да? То есть там движняк какой-то уже пошел. Есть люди, которые на старость копят биткоины. Два сных направлений. Юридическое будет такое деньги. Предположим, случился хардфорд. Что самое страшное произойдет в этих двух направлениях? Юридическое собственно мне кажется ничего не изменится. А второго что? Деньги. А деньги может упасть в курс и одного и второго проекта, что более вероятно. И что самое страшное, честно говоря, я видел алармистские настроения. В анонсе встречи обещали алармизм. Так вот, я видел алармистские настроения, связанные с тем, что у нас получается может случиться так, что у нас эфириум станет первой криптовалютой. Вот. И собственно биткоин потеряет свою ценность, свой бренд первого. Первого, самого крутого, самого клевого. Именно поэтому, из-за тотальной падения цены сейчас с Оликсом нахочешь поспорить? У меня капитализацию, я не вижу в этом никакой проблемы. Держатели биткоина намного больше, чем держатели эфира. Если одна технология более конкурентна, чем другая, why not? Я не буду против, если биткоин завтра исчезнет, только потому, что придет на замену более клевая штука. Я думаю, что большинство из вас тоже, если хорошо подумать. То есть выражать все, да? В этой ситуации никто не знает. Второй вопрос. Какая на сегодня самая быстрая криптовалюта технически для транзакций? Можно так сказать? Самая быстрая из ликвидных лайткоин. Dash в принципе пытается тоже впрыгнуть в вашу вещь. BitShares мне подсказывают. По количеству транзакций, которые можно производить в блокчейне, это Stimit, это социальная сеть на блокчейне и BitShares. Субъективно, да. Ну, то есть сейчас придаете, но загрузить его транзакциями он не будет быстрый. А BitShares и Stimit с этим справятся. Вообще без всяких проблем. Спасибо. Третий вопрос. Значит, есть группа влияний или отдельные персоны, влияющие на вероятность Хартфорта? Да? Правильно ли я понял, что это сейчас, что обсуждалось, веселый китайец, у которого железо, который манит? Потом вот этот демон с разными головами, у которого помимо который анархо-синдикализм есть голова, у которой биткоин аренита, да? Что у него в пошлике? Что у него за ресурс занимает? У него, смотрите, у него, у него, нет, на самом деле у него нет федеральной резервной системы, у него есть огромное количество биткоинов, то есть по слухам от 300 тысяч биткоинов до 500 тысяч биткоинов он является держателем. И в случае, что? До 300, до 300, но я читал и версии про 500 тысяч, но это ж никто не знает на самом деле. так вот, слухи такие. Потом у него есть, он как бы один из основных стейкхолдеров, то, что говорил Толик, Monero Dash Zcash, у него есть право на домен bitcoin.com и в принципе для обывателей то, что написано на домене bitcoin.com во многом является биткоином. Вот, из таких активов. У него есть майнинг пул, который расположен на домене bitcoin.com, у него есть весьма влиятельный новостной ресурс, который расположен на домене news.bitcoin.com и собственно говоря, у него есть влияние на умы, потому что многие люди соглашаются с его аргументами, вот, и собственно говоря, такие активы у него есть. Теоретически, можно теперь вот у КамАА, все майнеры вот эти вот разбросы по всему миру, они как-то влияют? Их договоренности или их решения влияют на процессы? Романтика, романтика. В том-то и дело, что влияет, но большинство майнеров расположены в Китае и контролируются как раз производителем Bitmain, веселый китайец. И, собственно, большинством крупнейших пулов владеет также Bitmain. Это Antpool и еще какие-то два пула. Также VTC.com, который первый делился комиссиями с транзакцией, тоже, скорее всего, владеет за ним. И, собственно, пулы здесь за майнеров решают, поскольку пулы как бы разделяют задачу по хешированию на много вот таких разбросов по всему миру майнеров. А поскольку они являются самыми популярными пулами, люди больше всего к ним идут, поскольку их, вероятно, заработать здесь чуть-чуть больше, чем других. Собственно, и вот пулы имеют эту власть распоряжаться за этих людей. Это как, на самом деле, репрезентация из темы как угрыгера. Вот ты за кого-то голосуешь, он потом решает. А теперь вопрос последний. Может, что на пулу вот вам интересная есть добавка. Многие наверняка помнят новость, когда анпул полностью перешел на анлим, на потокол. Примерно через 30 минут у нас состоялся разговор с одним российским чиновником достаточно крупным, который высказывался, ну, знаете, как просили высказываться вот этот суверенитет с конституционной права и так далее. Только все это было про биткоин. У человека реально это забомбило просто на тему того, что крупнейший пол перешел на unlimited. У него, видимо, есть какие-то интересы, эмоции, может быть, неважно. Вот. Так вот, майнеры делают следующее. Они просто уходят из этого пула в другой. Вот это все, что они как бы должны сделать, если хотят. здесь есть проблемы, как говорили, за китайского файлвола, потому что ты заинтересован в самом меньшем пинге, то есть в отклике пула на твои решения задач. Собственно, китайские майнеры, где больше всего и находится мощности сети, в любом случае будут хотеть подключаться к китайским пулам в силу того, что этот пинг будет самый низкий. Тут как бы есть небольшая ремарка. Сорос, по-моему, шахнул курс стерлинга, да, на этом сыграл. Поэтому, может ли сюда зайти человек, у которого просто очень много денег, он не авторитет в этой тусовке, его не знает, он просто большими деньгами как-то повлияет на процесс. Каждый раз, каждый день такое происходит на рынке альткоинов. Каждый день, если вы зайдете на полынь, на полоникс.com, вы можете увидеть, что это просто лотерея, ты можешь просто играться и ставить на то, что следующее помпанет или что следующее помпанет. То есть, реально люди с большими деньгами, причем с какими большими деньгами, если второсортную и третьесортную монету, достаточно зайти просто сотни тысяч долларов, там, с несколькими десятками тысяч долларов зайти для того, чтобы сделать панк. И есть монеты, я видел, когда там происходит в панк несколько сотен тысяч процентов, когда там объемы в 30 биткоинов, то есть 30 тысяч долларов. То есть, вы можете прийти с 30 тысячами долларов и сделать памп любого альткоина. Если у вас есть 30 миллиардов долларов, вы можете сделать такие гонки в биткоине, что никому вообще не снилось до этого. это емкий ответ был. Спасибо. Сорос, глава биптилоидов, а что ты думаешь? Я хотел задать вопрос, кто-то из вас сказал, что Dash неанонимен. Кто сказал? Dash использует технологию PointJoy. Это, надеюсь, не Сорос, нет? Я хотел пояснить, ну, то есть, это что, правда? Я пришлю просто ресерч нормальный от конторы, хороший. Сейчас без проблем. Смотрите, фактически в Dash используется, кто-нибудь пользовался биткоин-миксерами? Сейчас мы вычислим, если у кого надо, так звоните. Когда вы используете биткоин-миксеры, там есть определенные паттерны, по которым происходит смешивание биткоинов. Сейчас запускается много в рунете микшин-сервисов, которые в том числе предлагают мешать через биржу. Они смешивают по технологии CoinJoin, потом еще тащат на биржу, потом еще раз CoinJoin, и в принципе получается, что ваши битки более-менее уже можно куда-то тащить. Но есть такие компании, как Chainalytics, которые занимаются разработкой инструментов по мониторингу блокчейнов и анализу транзакций. В принципе стоимость такой программы порядка 5000 евро в 3 месяца. Разрабатывается программа специально для сотрудников специализированных ведроств, чтобы заниматься анализом лирчинов в противостоянии с мафией какой-нибудь. Ну окей, короче, у них своя работа такая. Суть в том, что в Dash практически используется тот же микшен, как по технологии CoinJoy. Соответственно, распутывается это очень легко. Зависит от объема. Понятно, что если какие-то мелкие сделки серого характера, никто не будет есть. Если же речь идет о каком-то серьезном прецеденте, то мы все знаем, что государство такое, это репрессивная машина, она работать умеет в этом плане. И тогда уточняю еще вопрос в догонку. А какая, собственно говоря, из трех вот этих валют анонимных, якобы, Zcash, Dash, Monero, она действительно анонимна? Или они все в принципе анонимны, если там все не работают по принципу микшера? Зависит от уровня приватности, который вам необходим. Это первое. Максимально. Я думаю, что в случае максимального уровня приватности будет оптимальным вариантом Monero, поскольку это криптонод, и поскольку это кольцевые кольцевые подписьи, вот, Zcash, насколько я знаю, там еще не активировали, то, что нужно активировать, чтобы он был достаточно анонимным. Насколько я знаю, есть стелс-адреса в BitShares, в принципе, и в BitShares, соответственно, тут есть у нас специалист по BitShares, есть же стелс-адреса, там можно, в принципе, отправить неизвестное маму и неизвестного получателя. То есть Zcash это на самом деле не вот что-то новое революционное, это вот, ну, пока, пока, на самом деле Zcash новое революционное, проблема в том, что до сих пор нет нормального математического доказательства, ровно потому, что это новое революционное, нет нормального математического доказательства, что оно работает так, как оно написано вообще в бумаге. То есть, в реальности сейчас лучшие математики мира унают голову над тем, а что вообще произошло, это вообще работает или нет. Смотрите, ситуация какая. Тут у вас чем меньше приватности, тем больше уверенности того, что у вас не будет дабл спента и что вы потратили деньги туда, куда вы собирались. А чем больше приватности, это приватность и от вас, и вы не знаете, дошли ли покупателю деньги или нет. И поэтому, вот если мы говорим про Zcash, во-первых, он не активирован, во-вторых, там нет пока строгого математического доказательства о том, что реально вашему покупателю-продавцу дошли деньги, то есть, из одного адреса во второй. И там все очень сложно, и поэтому у вас чем больше приватности, тем меньше уверенности. То есть пока манера и кэш? Во-первых, ну да, Zcash, она по-моему еще не активирована, пока да, но если когда она будет активирована, опять же, нужно, чтобы люди подольше протестировали это, на практике посмотрели, что он действительно работает так, как написано, чтобы математики поломали голову над этим, сделали строгое доказательство вообще того алгоритма, что там внутри. и тогда мы сможем с уверенностью юзать его. Ты хотел что-то добавить? Кто-то еще хочет задать вопрос? Отлично. По ОВСу упомянута федеральная резервная система, я просто вот обязан теперь этот вопрос адресовать. Если абстрагироваться от того факта, что на текущий момент в принципе вся экосистема биткоина напоминает финансовую пирамиду, будем откровенны. Проблема просто в том, проблема в том, что к сожалению большая часть транзакций, вернее 90 с лишним процентов, если не ошибаюсь, это транзакции не купи-продай. Это либо спекуляция, либо это майнеры, которые там что-то как-то между собой творят. Собственно вопрос. Собственно вопрос. Опять-таки если не думать о том, что там кто-то выиграет по тренировке биткоин на лимит, кто-то проиграет, это в принципе логично. Разве в целом это позитивно не отобразится на всей экосистеме биткоина как таковой и на подобщей технологии более широкими руками населения? Я отвечу на первую. Смотрите. Вот бумажка. Что она стоит? Почему она стоит денег? Потому что мы договорились, что она стоит денег. А кто договаривался? Вы договорились со мной? Я лично нет. Нет? А вот эта бумажка точно так же. Почему она что-то стоит? Почему? Есть кто-то, кому мы верим, кто стоит. Силой насилия и как говорит у нас тут есть Мома Александр, что доллар подкреплен военно-морским флотом США. Потому что если завтра мы скажем, что доллар как бы не работает и мы с Молдовью начнем рассчитываться например в битках, то в Одессу зайдет военно-морской флот США. И третий вопрос. Сколько стоит эта розетка? Сколько вы мне готовы за нее дать? Назовите любую сумму. Столько, сколько она мне нужна прямо сейчас. Если прямо сейчас нужна, я заплачу там, не знаю, последняя штанетка. Если нет, то ноль. Ну, неважно, в заключах вот любую общую сумму. Предположим, 10 неких единиц условных. 10 условных единиц мы можем расплачиваться с этим товаром. Если вы знаете, что до создания биткоина черный рынок наркотиков работал, расплачивались лего. Лего кубиками. Даже сейчас вы можете найти на Амазоне коллекционные наборы лего, которые стоят десятки и сотни тысяч долларов. Непонятно почему. Так вот, именно вот эти вот вещи были цены в мире наркотиков. В том числе и предметы искусства, в том числе и автомобили. Для лего это самый простой и понятный механизм был подтверждения стоимости. Потому что он тогда регулировался одной компанией, но он был ограниченный ресурс. То есть коллекционные модели выпускались очень малых объемов. 5, 10, 100 экземпляров. И это был отличный ресурс для расчета. Вот точно так же любые деньги. Любые деньги стоят ровно столько, сколько вы готовы за них дали. И тогда можно сказать, что весь мир перенит. на самом деле да, вообще сама идея денег на этом построена. Мы ваш вопрос по идее раскрыли первый. Не совсем. вы только что упомянули, что кто-то с кем-то договорился. Вы со мной договаривались, да? Я же еще раз говорю, что вы договариваетесь не между собой, а есть некое третье лицо, с чем мнением мы согласны. не с кем-то договорился. идеально реализированная система. Вы верите Гонтаревой. Поднимите в зале руки тех, кто не верит Гонтаревой. Поднимите руки, кто не верит Гонтаревой. А теперь поднимите руки, кто верит Гонтаревой. В этом случае это не совсем тот человек, которому нужно верить. Это не та структура, это всего лишь голова структуры, не более. И то, она не принимает явно ни все решения в этой структуре. То есть вы верите какой-то абстрактной структуре, хотя вы даже не знаете никого, кроме Гонтарева. Назовите хотя бы еще одного сотрудника Нацбанка Украины. Я не говорю, что я верю в этой структуре. Но никто не верит в этой структуре. При этом и такой вопрос, а кто в реальности верит алгоритму консенсуса биткоина здесь? Теперь вопрос, учитывая, что людей, которые верят Гонтарева, меньше, чем тем, кто верит алгоритм консенсуса биткоина. Вопрос, почему пирамида биткоина не гривна? Вот мы взяли тому, что и договорились. Вот она имеет цель. Да, тем более тоже чуть запекло. Покупаем, продавай, ну почему? Присутствует. За биткоины покупается фиат и продается. Трансстраничные переводы, пожалуйста. Мы не продаем что-то своим родителям, мы скидываем им деньги. Под маской первого вопроса успешно забылся второй, который, мне кажется, более важен. Как раз именно из-за вот этой медийной шумихи вокруг форка биткоина более широкие круги населения узнают о том, что такое криптовалюта, что такое блокчейн, почему это все существует и зачем это вообще нужно. Разве в целом от этого не выиграют все в итоге? При условии, что, конечно, кто-то выиграет на основе того, что будет форк, кто-то выиграет, если форка не будет. Я понял. Вы считаете, что самоубийство это отличный самопиар? Абсолютно перекрутили то, что я сказал. Нет, я на самом деле считаю, что, честно говоря, если серьезно, я считаю, что хардфорк это в некоторой степени самоубийство. Может получиться, мы наелись таблеток, у нас может получиться самоубийство, может быть, нас откачают. Но это некая попытка самоубийства с моей точки зрения. Я могу ошибаться. И именно поэтому я не считаю, что привлекать к себе внимание наедаясь таблеток и надеяться, что врачи тебя откачают, это хорошая жизненная стратегия. Я не буду так сложаться, что это самоубийство. Собственно, психический конь в банку, мне это случится. Если мы верим, что это случится, так давайте все вместе на этом заработаем. Мы приблизительно понимаем, какие сценарии будут разворачиваться в таких или иных кейсах. У нас отличный шанс у всех заработать, поскольку мы это понимаем. Смотрите, я хотел бы затронуть такой вопрос, как, собственно, комиссии, которые есть в Питке. За последний год они возросли просто чудовищными размерами. И смотрите, какую ситуацию мы имеем. С одной стороны, у нас есть сейли, с другой стороны, анлимиты. Людей для активации сейли это не хватает, потому что анлимит блокирует это. Соответственно, наоборот, анлимит тоже нельзя активировать для того, чтобы он был главной цепочкой. А в то же время цена за транзакции растет. Время на исполнение транзакций у людей, я знаю, по несколько недель бывает, если лоуфи поставить ходят. То бишь, ну, что-то же не ставь лоуфи. Для обычных, для майнеров это, понятно, выгодно. Хорошо же, по одному биткоину фи было в каждой транзакции. Я понимаю. А для обычных людей ну, как бы, несерьезно, когда, если большая сумма идет, там, цена за транзакцию может, там, сотню долларов, к примеру, стоить. ну, теоретически, если эта ситуация будет дальше накапливаться, сеть растет, количество транзакций растет, размер блока 1 мегабайт. И не активирует ни Сегвит, ни Ион Лимитер. И более того, у Сегвита сколько там, год был на активацию? Сейчас уже, наверное, около полугода. А когда пройдет этот год? Ничего не активирует, получается. Прокомментируйте, вот, как вы относитесь к этой патовой ситуации, когда вот непонятно, кто кого побегет. Спасибо. В реальности, например, есть кошелек CryptoPay. Такая штука от российских разработчиков. Не то, чтобы она была очень прикольная, но они сейчас эту проблему очень интересно решают. Если быть честным, деньги, которые куда-то двигаются, они двигаются с биржи на биржу, с каких-то кошельков на кошельков для обычных пользователей. Собственно, как сейчас делает это CryptoPay? Я сам удивился. Если ты скидываешь на биткоин адрес, который есть в CryptoPay, они просто перерисовывают у себя цифры. Да, это вопрос доверия к сервису. Но они для себя внутри уже эту проблему как-то решили. Да, это типа неприкольно, что ли, мы не записываем блокчейн, не решаем ситуацию, но внутри своего сервиса они это решили для себя хотя бы. Это не решение, да, но возможно, я вам отвечаю, в гипотетический сценарий, как говорите, если это затянется еще надолго, то возможно сервисы станут так поступать и переводы, например, внутри Poloniex, внутри других каких-то кошерков будет происходить именно вот так, просто на доверие. А биткоин будет как клиринг между банками. Я бы хотел прокомментировать в поводу того, что произойдет, если не будет ни сегвита, ни анлима. Для того, чтобы активировать Lightning Network в текущем виде необходим сегвит. Если у нас не будет ни сегвита, ни анлима, у меня есть идея протокола оффчейн-транзакции, который бы работал на текущей сети биткоин. Именно поэтому вкладывайтесь, я пишу бумагу, вкладывайтесь в мое сего. Очень оживленно, спасибо. У нас еще три вопроса, и мы будем заканчивать. У меня вопрос к Матвею. Ты сказал, что до биткоина наркоторговцы использовали лего. Да. Я себе просто начал фантазировать. Значит, сидит такой пабло-эскобар, я думаю, куда же мне 20 тонн лего закопать, да? Вопрос не в количестве, а в качестве. То есть, какие модели вы собираете? Собственно, я же не рассказывал никакой такой медициальной инфы, это инфа из интернета, если вы загубились, я всту с учетом. Я себе представляю, папло-эскобар коллекционирует лего. У него, кажется, он рассказывал, что у него крысы загрызали наличность, потому что он не знал, куда ее девать. Перешел на лего. Да, перешел на лего. Крысы очень плохо переваривают пластик. Мы сейчас много говорили, ну и основная тема о биткоине и подобных, там, про Zcash, то есть они все на основе биткоиновского кода, я знаю, много людей, например, в инвестиционном бизнесе вкладывают биткоины для того, чтобы диверсифицировать на риски и тому подобные вещи. То есть с форком, как в случае с этериумом, в некоторых моментах доверие падает. И, возможно, мы прокомментировали, как это повлияет форк на другие альткоины, такие как этериум или прочие. то есть вот в таком случае, что маркеткэп может переключиться туда частично или какие-то вот еще. Так мы это уже наблюдали, собственно, когда были споры, как ценой накачался Dash, как сейчас принимается сэгрегатит видность в лайткоине, как он тоже вырос почти в два раза, собственно. Все короткие позиции альткоины выигрывают. без каких-либо проблем. Все хотят заработать. То есть долгосрочную перспективу в случае хатфорка тяжело загадывать. Нужно загадывать, если Unlimited захватит 51% или больше того, если маркетмейкеры смогут сделать цену Unlimited больше того. Вот так мы еще могли бы издавать предположение сейчас. Я считаю, что это сложно делать. И действительно никто не знает. Но в любом случае мы знаем только одно, что альткоины пойдут вверх. И все. На этом можно уже заработать. Сегодня говорили про вероятность проведения хатфорка. Какая вероятность проведения сегвита в каких-то ближайших временных рамках? Хороший вопрос. Она на самом деле тоже крайне призрачная. возможно даже более призрачная, чем вероятность хатфорка Unlimited. Потому что для того, чтобы сделать опять же уже в четвертый раз повторюсь, для того, чтобы сделать хардфорк Unlimited достаточно просто пула Bitcoin.com и изменения консенсуса. В этом смысле Bitcoin.com взяли на себя обязательство делать это все софтфорком. Именно поэтому это выглядит еще более даже призрачно, чем хардфорк биткоина. боюсь, что да. Но хотя я, конечно, оптимист, поэтому я верю в секреты. Но это не рациональная вера, это иррациональная вера. Скажешь про вероятность, что ли? вероятность. 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 Окей. Я хотел, ну, он уже последний, вот, отлично, у меня последний вопрос. Класс. Я хотел задать вопрос про лайт. У меня есть версия своя, почему лайт растет. Хотел бы услышать каждую версию от вас, от каждого участника. Ну, я хотел вашу версию услышать, тоже интересно. Ну, раз выявите мне слово, приятно, конечно. Ну, смотрите, собственно, зачастую аэтии, да, вообще криптовалюта очень сильно отыгрывает на новостях, что мы имеем сейчас по лайткоину. Как я говорил, это такой лаксдарм, да, для нововведения в биткоин. И, собственно, сигналы о том, что сегрегатит видность будет у них принято, довольно позитивно оценивается их сообществом. Значит, количество людей, которые готовы продавать свои монеты, поменьше, меньше. Количество денег, которые готовы перелиться из других альтов, тоже является относительно большим. Собственно, лайт, мне кажется, тут больше все-таки с точки зрения все-таки нововведения, поскольку лайт, это интересный вопрос, возможно, это брендовость, потому что его называли серебром криптовалютного мира, да, и этот бренд остался все равно за ним, возможно, из-за этого, но мне больше кажется, что все-таки здесь отыгрывает технологическая сторона вопроса, что они все-таки принимают сегрегатит витнес, и это как позитивный индикатор для рынка в лайте, да, еще 7% до принятия осталось. Вчера была, сегодня уже ситуация. Ну, надо посмотреть, да. Есть еще мнение по лайтфойну? У меня, собственно, мнение совершенно аналогичное с Матвеем. Я, честно говоря, знал о том, что я знал, что лайт помпанет, но испугался влашиваться. Не знаю. вот это мое личное, это мое личное такое, да. Для меня лайт это 10 долларов 75 центов. Сейчас скажу. 0,08. Да. Нет, неудобно просто. Этот Telegram-бот. Ой, наоборот, все... Ладно, не будем сейчас. В общем, когда возникают проблемы, допустим, с мемполом он забивается и мне нужно с одной биржи на другую деньги перегнать, я просто покупаю лайт и делаю это достаточно быстро. То есть, в принципе, лайт технологически все еще недооценен. То есть, когда его цена 3 доллара, я иду и покупаю. Это лично я и покупаю. Потому что я считаю, что цена 3 доллара для него это не цена, потому что у него есть экосистема, есть своя экономика, можно посмотреть статистику по блокчейну, увидеть, сколько там транзакций в день и как количество чуть-чуть растет. Это вполне живой проект, несмотря на то, что там лейкл в маркетинге и все такое. Мы же же этот вопрос поднимали, если не ошибаюсь. Вы хотите еще что-то сказать? У меня просто последний вопрос, такой, можно сказать, дезюмирующий. Сегодня мы разобрали разные стороны, разные составляющие комьюнити, выделили несколько так меток власти, если можно назвать. Это майнеры, это ноты и сервисы, это девелоперы и все-таки кто комьюнити и кто сильнее? Комьюнити на то и комьюнити, что там разные силы есть и они создают синергию. Мне кажется, что сильнее крупные держатели ну, то есть сервисы. То есть реально, если бы биржи условно договорились или решили, то никакого ПУ и вообще в принципе могло бы не быть. То есть поэтому реально больше всех власти как мне кажется имеют сервисы, которые поддерживают ликвидность криптовалюта. Я думаю, что в любом конфликте, который не связан с физическим насилием, есть некий прогресс, есть некая борьба за отстаивание мнений. Когда вы способны и готовы долго, методично, систематически стоять на своем, даже если вы неправы в итоге, это дает некую value всему этому сообществу. Потому что эти люди из Bitcoin Unlimited, Bitcoin Core, это все одно комьюнити, которое спорит, которое ищет, где рождается истина, все знают, давайте не будем заблуждаться. Поэтому это все есть сообщество, и это все, хоть и есть негативные моменты у этого конфликта, в итоге это приведет к положительным результатам, потому что повлечет прогресс. Потому что кто-то победит, кто-то окажется более компрентноспособным. Спасибо большое. Спасибо всем присутствующим. Огромное спасибо ребятам за то, что поделились мирными историями. Очень ценно. Выночек порешаем. Спасибо всем. До новых встреч. До новых. До новых. До новых.